Председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Старостин, проработавший на этой должности много лет, сложил полномочия. В связи с этим Совет депутатов Анапы по запросу Края избиркома выдвинул новую кандидатуру на этот ответственный пост в лице Татьяны Завизион. Напомним, что ранее Татьяна Николаевна занимала должность заместителя главы города. Единогласным решением ее кандидатура на пост руководителя ТРС Биркома была сегодня утверждена. Замглавы Юрий Поляков выступил с докладом перед депутатами о готовности Анапы к курортному сезону. 48 детских лагерей будут работать этим летом и будут принимать 26 тысяч ребят одновременно. Есть и три ложки дегтя в курортной бочке меда. Это при Озлове, Славянка и Прометей, где подготовка к сезону в плачевном состоянии. Обсудили и бюджет. Председатель комитета по курорту Вера Северюкова подчеркнула, что санаторно-курортная отрасль занимает третью часть формирования бюджета. Но вопрос недоимки остается открытым. Мини-гостиницы, и те, которые работают черным налом и зарплатой, денег в бюджет не дают. И поэтому нужно, конечно, построить как-то налоговые органы, для того, чтобы в этом году они активно постарались. И те деньги, которые до черного налома, поступали в бюджет города. Пришел специалист, завеститель мой, Яна Долитова. Опыта у нее достаточно. Так вот, я уже могу доложить. Нас обманывают с вами, дорогие друзья. Нам говорят, что у нас полтора миллиарда недоимков. Миллиард четыреста. Яна Долитова, имея свои возможности, получает с краевой налоговой инспекции. И вчера мне докладывают, больше двух миллиардов недоимков. Я буду разговаривать с начальником налоговой инспекции. Уже на других тонах. У нас есть резервы. Обсудили тему межлагерных проездов. Депутат Александр Шуравель предложил частично их использовать под парковки транспорта приезжих. Но глава Сергей Сергеев пояснил, что это рекреационная зона. И таковой она должна оставаться. Другое дело, строительство улавливающих парковок и движение оттуда организованных автобусов к пляжам, пожалуйста, я готов рассмотреть от бизнеса предложения и рассмотреть по выделению территории. Такие предложения, кстати, уже есть от бизнеса. Только не от она. Пока я отбиваюсь. В ближайшее время состояние межлагерных проездов, пляжей, а также готовность предприятий санаторно-курортного комплекса проверит Большая депутатская комиссия. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион.